День воскресный, день чудесный, ох и с интересным выпуском я к вам спешу сегодня, ребята. И правильнее было бы начать с фразы всем большой и трезвый привет, ведь мы сегодня поговорим про алкоголь. Я любитель зарисовок и одно из них я хочу сделать прямо сейчас. Ну вот смотрите, для того, чтобы записать этот выпуск, мне нужно сделать магию монтажа. Не видно ничего сейчас? Ой, и где это мы? Смотрите-ка, я в шортиках. Ребята, для записи этого выпуска нам приходится переместиться в Арабские Эмираты, в Дубай. Где я вам хочу наглядно показать, как мне кажется, позитивный опыт, как можно торговать алкоголем. И что происходит у нас исключительно для того, чтобы мы могли с вами почерпнуть вот этот позитивный и нужный нам опыт. Ведь я прекрасно понимаю, что заграничные страны, они нам не нужны. Но я хочу сделать акцент именно на позитивном опыте. Более того, сегодня я с вами хочу поделиться своим отзывом, ведь я не пью 7 месяцев. Абсолютно как-то это случайно. То есть не будет сегодня ничего душного. Я не буду вам говорить, я не пью и вы не пейте. Нет, ребята, я хочу поделиться, ведь эти выпуски на эту важную тему, они касаются абсолютно, мне кажется, каждой семьи. Поэтому нужно уделить внимание этой важной теме. Я люблю делать различные репортажики, и вот сейчас один из них. Друзья, тема алкоголя, на ней люди канала создают годами, а то и десятилетиями ее разбирают, ведут и набирают большую аудиторию. Я же сегодня постараюсь сделать кратко по существу. Я вам хочу показать сейчас зарисовку, как торгуют у нас, чтобы вы все вспомнили и почувствовали вот это наглядно. Далее мы с вами перемещаемся в Эмираты, я вам покажу, как торгуют алкоголем здесь и почему это интересно. Ведь это уникальный опыт, такого нигде в мире вы не встретите, как здесь. Да-да, что я хочу показать, сейчас все увидите. Ну и параллельно с этим будем прерываться, я с вами хочу просто поделиться отзывом. Я делал публикацию в телеграме канала, многие сказали, да, это интересно, давай, реально классная тема, почему бы и нет. Как я пил, почему я вдруг решил взять паузу и почему я перестал случайным образом пить и какие от этого плюсы, минусы, что изменилось в моей жизни. Все точно так же или же хочется уже скорее накатить. Короче, друзья, будет интересно, давайте с нашей первой зарисовочки-то и начинать. Я как спецагент все делается для того, чтобы никто не начал бегать. А что, чего, зачем вы снимаете? Ну смысл, мы с вами заходим в магазин, вот он за моей спиной, основной вход, главный вход, куда идет весь трафик. И что нас встречает на входе с правой стороны? Ну смотрите, сейчас еще сделали чуть-чуть иначе, специально вывели отдельно палатку, где продается наиболее дорогой алкоголь. Соответственно, там все то, что, можно сказать, импортное, но это прям при входе, заходи, покупай. Вот, люди идут с детьми и семьей, все видят, вот здесь можно купить, но это начало. Пойдемте, зайдем в зал, посмотрим, что расположено в самом эпицентре торговли. Для того, чтобы, будем называть вещи своими именами, нам дотянуться до бутылки чего-либо, нужно потратить 5, ну может быть максимум 10 минут вашего времени. И такая картина, она в принципе есть по всей нашей стране. Где бы вы сейчас не жили, неважно, будь то центр Москвы, будь какая-то окраина, престижный район, Московская область, Воронеж, Архангельск, Сочи и другие города по нашей стране, вы выходите из дома 5-10 минут, бутылочка в руках. И самое интересное, что всегда есть места, где можно присесть, есть лавочка. У кого-то этих лавочек нет, но ты сидишь, и в целом тебя особо никто не трогает, особенно если ты не буянишь. Друзья, нам надо идти по шустрику, потому что одна женщина-продавщица начала прятаться, вторая на нас начала смотреть, мы снимаем, подчеркиваю, с телефона. Но в любом случае, сами понимаете, сейчас начнут бегать, типа, а что, а зачем, а для чего. Объяснять, что имеем право, это гораздо дольше времени. Ну смотрите, вот он, да, вход основной в магазин. И пока мы по нему двигаемся, здесь вся торговля потихоньку особо, как бы, народа прям сильно нету, но все скапливаются вот там впереди, потому что там все самое вкусное. Там колбаска, там рыбка, там готовая еда, там овощи, фрукты. То есть, как правило, трафик, ну, больше и там. И, соответственно, вот сейчас мы с вами перемещаемся в зону, где центр магазина. Вот с левой стороны, да, если мы посмотрим, вот так вот по кругу будем крутиться, вертеться, вот здесь получается самый центр. Ладно вам, да, вы взрослый, вы скажете, ну и чего, но в тот же момент все это прекрасно видят дети. То есть, дети растут, ключевое, и они уже привыкают к тому, что вот это вот все дело, смотри, вот она, бутылочка, она у тебя вот в доступности вышла, 5 минут, и, на, выбирай любую. И это разрешено, это легально, пожалуйста, можно купить и пойти выпивать. Выпивать. Все, в дозволенном. И давай, пока поменяйся своими местами, еще ты покажи просто. У нас в этом плане просто, глянь, просто торговые ряды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Полным-полно. На любой вкус. Хочешь, вот, на, тебе. Розовенькая, красненькая, синяя, желтенькая, разноцветная. Ну, как бы, Новый год. Что мне еще нравится, да, на момент нашей съемки сейчас октябрь, да, конец октября. Обычно здесь, бывает, ставят елочку. В некоторых магазинах по нашей стране елочки ставят из бутылочек. То есть, ты приходишь, ух ты, а вот эта елочка, как говорится, мне нравится. И вот так вот можно продолжать до бесконечности. Это был крупный магазин. Выхожу я из своего дома. Рядом у меня есть торговые павильоны. Захожу, и там, естественно, точно так же в эпицентре сетевой магазин, который любит открываться и в вашем доме. Возвращаешься ты домой с работы, у тебя и мысли не было что-либо покупать. А тут вдруг акция. Две по цене одной. А пивные? Пивные магазинчики. Как это шикарно. Заходишь. Запах рыбки свежий привезли, а. А пивко прямо тока-тока вышло. То есть, ты и не думал сегодня его брать. А тут продукт-плейсмент, реклама и все то, что вы не любите, когда вам рекламируют. Но при этом оно вроде как нативненько. Сам зашел, сам захотел. Вот что интересно. Когда мы посмотрим по сторонам, везде, где эти бутылки, как правило, рядом с ними соки газировки. Потому что виски с колой шикарно совмещаются. Более того, чипсики, орешки. Казалось бы, химоза не нужная, но как закуска идет неплохо. И это любят дети. Я на своем личном примере вам скажу. Вот кто из вас, как взрослый мужик, будет пить пиво с апельсиновым вкусом. Вот эту дешевку. Там, Балтика-двойка, помню, тогда появлялась. Привет. Мы с ребятами в 11 классе вот это говно пили. Подобные, там, вот эти всякие полторашки и прочее. Было очень здорово, весело, смешно, ха-ха, хи-хи. Но смысл ключевой какой. Казалось бы, сейчас мне, что люди нормальные, вот как вы, пить это не будут. Но этим начинают увлекаться сначала подростки. В силу доступности цены и то, что это сладенько, вкусненько. И вот она, вот она. Вот прям бери и неси на кассу. А заканчивают, как правило, люди, которые уже, ну, скажем так, пошли по тому пути и вот этим делом заливаются. То есть вот, раз-два, раз-два. И вот такая картина, она по всей стране, в каждом городе. Заходи, бери, покупай. И можно сказать, Дмитрий, а что такого? Это легализовано, это разрешено. Хочешь, бери, не хочешь, не бери. Каждый из нас вправе сам принимать решение. Но вы поймите, это постоянно. Вот, вот оно у тебя на виду. Вывески кричащие делают. Магазин открывают. В самых лучших местах точки берут, потому что знают, что нужно торговать алкоголем. На него огромный спрос. Но ведь можно торговать алкоголем точно так же, чтобы та самая, предположим, что это бутылка, была на расстоянии вытянутой руки. Но не так открыто и не так нагло, как это происходит, подчеркиваю, во многих странах мира. Но не везде. О чем я? Вот сейчас я вам и покажу другую картину. А еще, согласно последним статистическим данным, с 2022 года средняя зарплата бухгалтера выросла на целых 55%. Для руководителей бизнеса это лишь частичное отражение суровой реальности. Ведь есть еще рост арендной платы, цены на услуги контрагентов, казалось бы мелочевка, но канцелярские товары, да тот же самый чай с печеньями. Все это растет в цене. А вы, как руководители организации, неизменно ищите пути оптимизации затрат. И вот я вам хочу напомнить о надежном способе снижения расходов на бухгалтерию до 80%, имя которому Мака. Ребята, услышьте меня! Команда первого в России бухгалтерского конвейера Мака очень внимательно следит за изменениями налогового законодательства и всегда использует новые возможности в целях сокращения расходов своих клиентов. В Мака функционирует целый департамент, специализирующийся на налоговых консультациях, где профессионалы постоянно держат руку на пульсе и готовы к реагированию в самые кратчайшие сроки. Без больничных, без декретов, без отпусков на вас работает целый штат узкоквалифицированных специалистов, как тот самый конвейер на беспрерывном производстве. Мака заменит собой всю бухгалтерию или возьмет на себя определенный участок работ, так, например, кадровое дело производства или расчет заработной платы. Освободит вас от поиска и найма профессиональных кадров, что позволит вам сосредоточиться на основных бизнес-процессах, на что вам действительно стоит тратить время как руководителю. И на вас, не забывайте, будет работать не один бухгалтер-универсал, а целых шесть специализированных департаментов, готовых взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским налоговым учетом. Лишь тем, кто сможет адаптироваться к вызовам времени, удастся оставить позади ненужные расходы и сосредоточиться на истинных приоритетах. Активная ссылка уже ждет вас в описании. Оставляйте заявку, с вами свяжется специалист и проконсультирует вас. Не забывайте, что первый месяц обслуживания абсолютно бесплатен. Пользуйтесь на здоровье, а мы продолжаем. Почему продолжение этой зарисовки записано в Дубае? А вот это как раз очень интересно и обсуждаемо. Из 100% находящихся людей в Арабских Эмиратах, лишь 11% согласно официальной статистике является коренным населением, а все остальные приезжие, будь то туристы, будь то люди, которые приехали на заработки. Впервые я оказался здесь в 2018 году. Когда мы вышли из отеля в первый день, отправились в магазины, в кафе, в барчик на поиски еды в первую очередь, я увидел, что алкоголя нигде нет. И одна история меня вообще впечатлила. Давайте я вам ее расскажу. Что у меня отложилось тогда в голове? Была пятница, когда мы прилетели впервые, мы останавливаемся, выходим из отеля, идем вечером прогуляться, заходим в близлежащую кафе, написано было, кальянная, вся битком. Я захожу и в тот момент я узнаю, что алкоголь-то в открытом доступе так свободно не продается. И все те мужчины и женщины, которые там сидели, все просто сидели, курили кальян, пили чай и играли в настольные игры. Вот эту историю я по возвращению рассказывал всем своим друзьям, мол, вы посмотрите, в пятницу после работы люди сидят, пьют чай, курят кальян и играют в настольные игры. Я офигел. В тот же момент, если мы говорим про слово бутылка, как олицетворение алкоголя, она здесь на расстоянии вытянутой руки. Но вы никогда не увидите вот этих вот ярких вывесок. Выпивоха, зайди налей пивка, купи бутылочку. Но вот здесь начинается та самая изюминка. Наверняка те, кто из вас здесь были, сейчас захотят сказать, Дмитрий, да полным-полно здесь алкоголя. Мы-то знаем, мы здесь были. Примерно такая реакция на самом деле была в постах в телеграм-канале, куда я вас бесконечно приглашаю подписаться. И вот это как раз интересно. Ведь нас окружают в первую очередь люди из разных стран, которые привыкли, которые с детства росли и видели, что в день рождения надо выпить. На праздник надо выпить. Устал? Расслабься. Сядь, выпей. И таким образом люди, которые приехали сюда на работу или отдыхать, они хотят получить то, к чему они привыкли. И здесь это есть. И здесь та самая, помните, да, бутылка находится также на расстоянии вытянутой руки. Но посмотрите и почувствуйте разницу, как происходит торговля. Пойдемте в магазин. Итак, ребята, мы с вами переместились к одному из самых популярных торговых центров. Ну, давайте я вам его покажу. Мы сейчас уже снимаем. Вставай, показывай. Мы с вами снимаем уже на телефон, потому что вот удивительная особенность. На телефон снимай, никто не подходит. Если начнешь снимать на камеру, сразу будут вопросы, а что, как. Но на это время даже не тратим. Вот, торговый центр. Те, кто был в Дубае, вы его прекрасно знаете. Для нас здесь ключевое следующее, что в нем находится крупный магазинчик. Альтернатива нашим пятерочкам, не принимать за рекламу, Дикси, Ашан и прочим, прочим, прочим. Вот, пойдем. О, прикольно, да? Вот, народ развлекается. Зашел, купил, полетел. Короче, пойдемте внутрь, сейчас я вам покажу. Ну, а сейчас, что называется, почувствуйте разницу. За моей спиной продуктовый магазин. И вот на входе здесь никаких палаточек дополнительных нет. У них единственная такая прям жесткая проблема, которая у них все активнее и активнее развивается. Это табака, в частности, вейпы. Ну, вы прекрасно знаете, мусульмане в целом любят кальяны. Но вот раньше у них такой был разговор из серии, что с вейпом, с этой электронкой, ходить по улице нельзя. Вы что, вас там могут оштрафовать? Если полиция увидит сейчас, он просто-напросто на каждом углу. Их становится все больше и больше. Хотя вот эта электронка, это на самом деле та еще проблема. Кто знает, вы можете почитать в интернете, посмотреть, к чему это приводит. Если обычный табак, тебе нужно выйти как минимум на улицу, покурить сигарету, да, ну, куда-то из помещения. Не каждый из вас станет курить сигарету, например, ну, кто курит, я имею в виду, в постели. А вот эти электронки, люди просыпаются и потом уже, да, они уже, короче, все время с ними, расстаться с ними не могут. Женщина одна мне рассказывала, говорит, я, говорит, уже нервничать начинаю, когда у меня в руке нет вот этой электронки. Короче, заходим с вами в магазин, чтобы народ не смущать. Кратенько сейчас пройдемся, я вам просто основную мысль покажу. От первого лица вы можете, конечно, посмотреть на цены, там, например, персики, умножаете на 27 рублей и получаете цену в рублях. Здесь, конечно, очень странно и спорно есть по продуктам, по товарам. Основной вход, да, вот он, трафик весь, здесь готовая еда, дальше идут выпечка, мясо, сосиски, колбасы, напитки, молоко. И нигде, ребята, нигде нету вот этой новогодней елочки из бутылочек. То есть в основном все, вот по такому принципу все и сделано. Заходи, бери продукты, весь трафик и так во всех магазинах. Какой бы вы ни пришли, вот что прикольно, что ты приходишь в магазин и ты не встречаешь вот эти вот бесконечные бутылки. И вы получаете точно такую же перебивку только из Москвы, даже, правильно сказать, из России, из одного из крупных магазинов. При этом вот бокальчики-то под винцо есть, под более крепкие напитки есть, под рюмочки есть. А где же их взять, эти напитки? А я вам покажу. То есть сам смысл. Ты пришел в магазин один или с семьей, все, что нужно, купил. Ну, с детьми ты все купил, далее твоя семья отправляется в автомобиль, либо идет покупать себе еще что-то, а ты отправляешься в потайное местечко, назовем его так. А что делать, если, ну, хочется, ну, как так, день рождения? Ну, день рождения надо, ну, почему нет? Опять же, я вам обещал, что в этом ролике я не буду душнить, что, ой-ой-ой, никто не пейте. Ребят, жара, почему пивка не дернуть? Вот, смотрите, вот там весь торговый центр, а за моей спиной как раз спуск идет на подземный паркинг, куда люди приезжают на автомобилях и начинают выходить. Вся та же самая история, как и у нас. Запарковался и пошел в магазин, все покупаешь. Мы находимся в Москве, крупный торговый центр. Принадлежит он, как я понимаю, известному магазину из четырех букв, но важно здесь в другом. Вот он, подземный паркинг, места предостаточно, будний день, время сейчас 16.45, люди потихоньку возвращаются. Все, что есть на подземном паркинге здесь, это непосредственно только парковочные места, все. Как правило, у нас все, что ближе к выходу, самые хорошие места, трафик, народ идет, там нужно что-то размещать. Но вот именно на этом подземном паркинге и приторговывают бутылочкой. Поехали. А вот здесь давайте с вами зафиксируемся, я сделаю небольшое отступление, как вообще я употреблял алкоголь. Что я хочу вам показать этой зарисовкой, что в Эмиратах вы никогда не увидите кричащую вывеску в доме, либо еще в каком-то коммерческом помещении, что здесь можно купить алкоголь. Никогда вы не увидите эти наливайки, разливайки, заходи, возьми пивка с собой, но выпей только дома. И все то, что мы встречаем в разных странах мира, в том числе в нашей стране. Но при этом алкоголь, он в доступе есть. Далее я вам покажу. Вот здесь хочу с вами поделиться своими наблюдениями. И в процессе выпуска я расскажу, почему мне пришла в голову эта идея, снять такую зарисовку. Как у меня был алкоголь в жизни, как он мне пришел. Точно так же, рос постепенно, кратенько вам рассказываю, на днюху надо выпить, значит надо выпить. На Новый год поработал, отдохни и все то, что встречает вас. Я никогда не употреблял много так, чтобы я уходил в какие-то запои. Но и в тот же момент с возрастом постепенно-постепенно дозировка росла. То есть когда-то мы выпивали по одной-две бутылочки, потом уже в 30-32 года, 33 года я мог встретиться в компании своих друзей, мужиков. И мы могли выпить пиво гораздо больше. Но до состояния, чтобы мы там валялись, там всем было плохо, дело не доходило. Таким образом, как многие скажут, умеренно пьющий. Можно в выходной день в ресторане в красивом выпить пару бокалов вина. Можно ничего не пить, можно выпить чуть больше, если хорошая гулянка, если с ребятами. В общем, наверняка во всем этом вы узнаете себя. Как я и говорил, я не хочу удушнить, потому что я знаю прекрасно, в этом плане люди делятся некоторые категории. Ну вот смотрите, те, у кого были жесткие проблемы с алкоголем и кто от него ушел в силу того, что спасает свою жизнь, помогали врачи выхаживаться. Я иной раз вот заходил, смотрел выпуски на ютюбе вообще про алкоголь. Многие люди снимают, там есть отзывы. Когда читаешь комментарии, это самые настоящие фильмы ужасов. Когда ребята там 27 лет, мужчины так и девушки рассказывают истории, как по 7, по 8, по 10 дней не могли просто выйти из запоя. Там читаешь и ужас по спине бежит, ты прям мурашки думаешь, офигеть, неужели так страшно? В тот же момент повторять вот эту мантру и рассказывать вам, что алкоголь это самый настоящий наркотик, один из сильнейших, как говорят, вообще его называют сильнейшим наркотиком в мире. Я не буду, потому что тут отдельная история. Есть люди, которые наоборот пьют очень мало, могут выпить там 2-3 раза в год. И вот, как говорится, вот столько на донышке было. И есть люди такие промежуточные, я бы их назвал. Вот сюда я прям, знаете, что сделаю? Сейчас я немножко быкону. Как мне кажется, они как раз и наседают и продавливают свою точку зрения, что пить нужно, пить надо. Ты рюмку выпей и расслабься. Немножко пей. Они никогда не призывают превышать дозу. Они никогда не говорят о том, что много пить это хорошо. Нет, они себя говорят, надо выпивать. И когда ты говоришь им, ну вот человек вообще не пьет, ну это потому что у него были проблемы наверняка. Спился, еще что-то убегает от них. То есть, внимание, мысль, сам факт того, что без алкоголя можно жить, не допускается. Пить нужно и точка, но чуть-чуть, умеренно. Вот как бы я с этим и жил всегда. Всегда меня окружали люди, в первую очередь те, которые говорили как раз, что пить надо чуть-чуть, не надо перебарщивать, не нужно спиваться. Это обязательно, за всем этим делом нужно следить. Но никогда я в своей жизни не встречал людей, которые мне бы сказали такую мысль, как можно жить без алкоголя. Не обязательно дойти до стадии, когда у тебя с ним стали проблемы. Не обязательно идти по принципу, что выпивай по праздникам, ведь это нужно. Хочешь не пить, попробуй просто жить без алкоголя. Вот я таких людей, я вам серьезно говорю, за 34 года своей жизни не встречал. Дальше расскажу, как произошло так, что я перестал пить, ну как минимум на текущий период времени. Ну вот в моей жизни это впервые такой длинный промежуток без алкоголя. Но давайте сначала сходим в магазин, и я вам все-таки покажу, как торгуют там. Все сделано вообще, знаете, замаскированно, невзрачно. Никто никогда вот так вот сам об этом не догадается. Естественно, наши все соотечественники уже знают подобные точки. И не только наши. Здесь не нужно говорить о том, что только русские идут и ищут эти бутылки. Там европейцев, американцев, англичан и других национальностей, в том числе и Индия, и в том числе и мусульмане, точно так же приходят. И все это с удовольствием, стоя в очереди, покупают. Первый уровень паркинга мы проехали. Мы продолжаем спускаться еще ниже. И вот за моей спиной вот такая вывеска. Вот можете переводить ее. Арикан Истран. Арикан Истран. Короче, простыми словами написано, дружище, ты в нужном месте, ты нас нашел. Ха-ха-ха, мы прятались, но ты нас нашел. Вот, наверное, самая громкая реклама. Хотя на самом деле, да ни одной бутылки, ничего такого ассоциации с алкоголем нет. Ну, за исключением есть и только вот такие на фоне виноградные грозди. Но именно здесь и находится алкогольный магазин. Где же он? Где же он? Я не могу его найти. Подожди, Машков, ты сказал, что он где-то на подземном паркинге. Ну, посмотри, ничего нету. Да, потому что, смотри, как сделано. Я говорю, вот что меня впечатлило. Я думаю, о, нифига. Ну, прикольно, согласитесь, ребят. Ну, прикольно. Вот он этот закуток маленький внутри. Ну, вот самый популярный Джек Дэниелс, Чиво С Ридом, Джеймс. Смысл. Там будет помещение, не знаю, метров может быть 30, в лучшем случае 35. Небольшое помещение, все там толпятся, ходят, но приходят за бутылочкой. Давайте зайду сейчас, что-нибудь сфотографирую. Короче, все, что хочешь, да, смотри. Вино, пиво, крепкий алкоголь. И, само собой, очередь, да. Все набирают, и давай, на пляжик или куда. Таким образом, как вы видите, все есть. И, казалось бы, ну, вот какая разница от того, что это находится в магазине или внизу? Да никакой. Тебе идти те же самые, ну, три минуты. Вот, два пролета ты сделал, ты на подземном паркинге. Ну, да, ты постоишь в очереди. Да точно так же ты бы и в магазине постоял бы в очереди. Все. Ну, зато как это хорошо. Нету лишнего раз вот этого напоминания, упоминания. Ты пойми правильно. Ты подумай не только о себе. У тебя, может быть, друг страдает. Дети у тебя растут. Еще что, зачем лишний раз об этом напоминать? Сегодня уже скандалы у людей возникают о том, что нам строят одни новостройки, новостройки, высотные дома. И повсюду наливайки, развивайки. Каждые 300 метров ты можешь зайти выпить хорошего, сытного, пенного, холодного. Ну, может быть, все-таки надо это куда-нибудь в подземный паркинг. То есть, от этого, как мне кажется, никто не пострадает. Вот любишь ты, зашел ты взял. В тот же момент лишний раз упоминания не будет. Такие магазины есть, но они в ограниченном количестве. Это не та история, что в каждом торговом центре на подземном паркинге будет такая точка. В доме, где-то там внизу, будет такая точка. Нет. Вот здесь давайте сделаем следующее сравнение. Мы находимся с вами сейчас на Дубай-Марине. Это, наверное, одно из самых популярных направлений среди туристов всех стран в Дубае. Смоделируйте ситуацию, что вы оказались на набережной в Сочи, в Анапе, в Турции и где-либо еще, куда вы любите отдыхать. Именно как курортный отдых, когда есть рядом море. Прогуливаясь по набережной, ты захотел почесать шею. Я обещал вам, что не будет душно. Я стараюсь юморить. Как быть? Ну, вот давайте посмотрим следующую зарисовку. Что обычно бывает? Когда мы видим разные заведения, люди сидят, наслаждаются едой. И, как правило, на столе стоит кружечка пивка, венца, рюмочка. Уж тем более, когда речь заходит про курортные города. Вечером играет музыка, народ отдыхает. Вот именно здесь, здесь подобного в открытом доступе на улице, внимание, на улице, вы никогда не встретите. Вы будете идти, люди будут сидеть с коктейлями безалкогольными. Минералочка, водичка. Может быть, у кого-то будет что-то похожее на пиво, но оно будет, естественно, безалкогольное. И, конечно, так весело выглядит, когда сидят на рот, видят по некоторым мужикам, что типа, а как? А у него на столе стоит бутылка воды холодная. И он, так, знаешь, не особо-то рад всей этой движухе. Вокруг нас одни рестораны, кафе и прочие заведения, где можно поесть, где можно попить безалкогольного. Если ты хочешь по-настоящему, ну, как правило, вот здесь идут здания и отели. В отель ты заходишь, поднимаешься на второй этаж, там у тебя бар, специально отведенное место, садись и, как говорится, делай свои делишки. Отдыхай по полной. Но сам смысл вы чувствуете. Общественное место, где ты присел, никакого распития не будет. Пу-пу-пум. Пу-пу-пум. Забич. Пляж. Переводится, если кто не в курсе. Значит, в чем смысл этой точки? Это, скажем так, центр. Влево-вправо, плюс-минус будет одинаковое расстояние. И мы находимся с вами на той самой улице, где променад за моей спиной. Как раз уже будет пляжа, куда люди приходят, отдыхают. И здесь, не хочу повторяться, но обязан проговорить. Слева-справа ресторан и кафе-бары, где ты будешь идти. И точно так же, вроде бы, нет алкоголя. Но, за исключением, некоторые кафешечки, барчики, уже на втором этаже, на первом этаже, они уже имеют возможность приторговывать алкашкой. Когда мы здесь были, в одной из поездок, плохо еще знали эту улицу. То есть, сейчас я уже по ней плюс-минус ориентируюсь. И мы шли, думали, где поесть. Но вывесок полно. Я такой думаю, блин, а может быть нам зайти вот в это место? Почему-то мой взор упал вот на вот эту вот кафешку. Я смотрю, ну футбол, мак, геттиганс, мак, геттиганс. Я думаю, ну, наверное, какое-то английское заведение, куда можно зайти и съесть какой-то английской еды. Я думаю, ну, блин, пойдем туда. Нас было 4 человека, я, жена, ребенок и оператор. Пойдемте, покажу вам, что там. Вот в этом плане, конечно, огромный плюс. Когда ты идешь, нет вот этих кричащих вывесок из серии «зайди, бухни», «зайди, бухни». Но при этом, если почитать, то такие нотки можно прослеживать. А внутри вас будет ждать прикол даже тех, кто понял, что это за место и бывал там. Ну, давайте я вам немножко добавлю. Значит, пили-пили-пили, как и все, умеренно, периодически делали перерывчики. И месяц, полтора-два, как это называли, почиститься, детокс. У меня день рождения 14 марта. В этом году я отмечал его в ресторанчике в Москве с шикарным видом на город. Ел, пил, умеренно. И мне жена говорит, как раз уже до этого, говорил, давай вот после дня рождения твоего еще раз делаем чисточку на полтора месяца. Я такой, а почему бы и нет? Вот посчитал такой, думаю, это получается март, не пьем апрель. И с мая, о, май, ребята, май, майские праздники, шашлыки. И пошло-поехало сопутствующие продукты, скажем так, ставим на стол. Вы уже помните, что это за свечка. Проходит неделя, проходит две, как я начал чиститься. И вроде бы все ок. И хожу такой, вроде бы и не тянет, но в тот же момент такой, думаю, блин, солнышко начинает пригревать. Я другу пишу, думаю, блин, сейчас скоро праздники майские будут, по-любому будем пивко с тобой пить. В тот же момент как-то вот в один из дней начал задумываться, посмотрел некоторые ролики на ютюбе вообще, кто про что снимает. Мне интересно посмотреть, изучить эту тему. Есть разные каналы, есть там врачи-наркологи, которые уже целую там аудиторию огромную набрали. И нигде я не натолкнулся на такую мысль, как я вам сегодня озвучил, что наркологи и прочие, те, кто за ЗОЖ, за трезвый образ жизни, там кардинально отказ полный. Не пейте, ни капли в рот, никогда. Да, начинаешь читать комментарии, там, как обычно, выходят люди, которые все это бред, пить нужно, но просто в меру. И при всем при этом я ни разу не видел и не встречал, чтобы прослеживалась вот эта мысль, что а можно просто вот не имея проблем с алкоголем, взять и попробовать трезвую жизнь. Не на месяц-два, а, например, там, на полгода, на год или там на какой-то длительный период. И мне так это стало интересно. Я думаю, слушай, а я ведь реально никогда об этом не задумывался. У меня всегда было так, что либо мы не пьем, ну, для того, чтобы не употреблять чрезмерно, для того, чтобы не спиваться. Но всегда оставалось вот это в голове, что установка. Вот реально, как вот записали тебе на компьютер, что надо-надо пить. И мне так это стало интересно, и я решил попробовать. Первое, с чем я столкнулся вот с этими, знаете, посылами мозга, это было как раз на майских праздниках, ближе вот к 9 мая. Вся страна отдыхает, шашлыками веет даже в квартире, когда ты никуда еще не вышел, потому что ты понимаешь, что все люди уехали. И я понимаю, что каждый год моей уже взрослой жизни мы на праздники пили, шли на шашлыки, и что-то мы доупотребляли. И в тот момент, первый раз, мне прям мозг говорит, типа, слушай, мы отдыхаем, все дела сделаны, все норм, все отдыхают, почему мы ничего не пьем? И в тот момент мне прям даже было как-то удивительно смешно, что как бы, ну да, да, а надо пить. Но, скажем так, пережили вот этот момент. Проходит месяц, проходит два, проходит три. И я сначала был так сильно воодушевлен, там, второй, третий месяц, я какие-то заметки начинал делать, хотел рассказать вам об этом, там, что вот 100 дней без алкоголя, как это. А потом, чем дальше, чем дальше, чем дальше, ты просто начинаешь про него даже не думать. И в какой-то момент я уже не смотрю на таранку с мыслью о том, что сюда нужно налить пивко. Нет у меня такого, что мы встретились с друзьями, ну раз мы встретились, чтобы было еще веселее, нам надо выпить. Какой-то праздник, день рождения, нужно выпить. Это не говорит о том, что я прихожу и такой, вот этот столик самый кислый, к нему не подсаживаться, как некоторые говорят. Надо, 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 надо тусоваться, надо выпить, давай выпьем. Это не вопрос, это я к слову о том, что не хочу, я вам навязываю свою точку зрения. Но и другим, в том числе мне тоже навязывают, что нет, 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 надо выпить. И вот с этим, с этой мыслью, что попробовать трезвую жизнь, я и пошел. Ну давайте сейчас зайдем в бар и повеселимся. А вот сейчас самое интересное, для того, чтобы не было нам с вами кисленько, да, как говорится, мы в завершении нашего замечательного выпуска бахнем пивку. Значит, ребята, обращаю ваше внимание, хрененькин, безалкогольный, для атмосферки я беру. Но здесь я вам хочу немножко показать цены. Напоминаю, что умножать нужно на 27 и получится общая цена. Ну, например, бутылка пива стоит там 50 дирхам. 50 дирхам это примерно 1300 рублей, ну так грубо я вам называю. Водочка тоже стоит там примерно так же за 50 грамм водочки. Ну и пиво, само собой, вот такая бутылка 0,33. Но здесь есть разливные, вот эти вот краны стоят. То есть жирануть здесь можно. На момент съемки у нас 12.51. Практически никого нету. Ну вот, все это одна семья, да, с детьми люди сидят. И еще одна парочка, ну, вроде как не русские. Но вечером здесь иностранцев огромное количество. Все те, кто говорят, что в Дубае не бывают пьяных, ну, я, например, их вижу регулярно. То есть вот британцы, у которых, знаешь, уже такой просто взгляд, такой шальной. Знаешь, ты смотришь в глаза, ты видишь туманный альбион у него во взгляде. И этого полным-полно. Но, к слову, на жаре вот безалкогольные напитки некоторые, вот такого рода, как пивные, на самом деле неплохо заходят. Ну, когда они в меру холодные. Да, неплохо. Конечно, когда приходишь на пляж и видишь вот эти печальные взгляды мужиков, которые... Ну, в тот же момент, так вот смотришь, ну, дети отдыхают, там, певцо есть и настоящее. Поэтому все вот эти рассказы о том, что на улице нельзя, а если вдруг вас увидят, может быть, может быть. Ну, как показывает практика, вон, все ходят, пьют, отдыхают, гуляют. И тетеньки ходят в юбках вот в таких по... Ну, даже не знаю, по что. Вы тут можете продолжить сами. Местечко, само собой, атмосферное. И вот таких мест, на самом деле, огромное количество. Если мы сейчас выйдем, вокруг нас будут пятизвездочные отели. Все сделано на высшем уровне. То есть куда ты можешь подняться, будут шикарные виды. Ну, все изумительно, все здорово. За исключением цены будут просто космос. Естественно, окружение может быть залачным. То есть вечером к вам могут подойти и познакомиться дамы, которые... На первый взгляд вы подумаете, какой вы классный парень. Но нет, у тебя есть дирхамы. Если ты понимаешь, о чем я дальше эту тему не продолжаю. Ну, смысл, друзья, вы поняли? Вот вам раз, местечко. И вот так пошел, поехал. Ну, я вам сейчас еще парочку точно так же покажу. Пу-пу-пу. Ребята, 37 дирхам или, по-русски говоря, 1 тысяча рублей за 0,33 пива в баре безалкогольного. Если покупать то же самое в магазине, в упаковочке из 6 бутылок, ну, она обойдется примерно в 250 рублей за одну штуку. Это при условии текущего курса. Вот она, пожалуйста, наливайки. Давайте поменяемся местами. Вот нас окружают, подчеркиваю, там отели вон Хилтон, Мовенпик, Файв, пятизвездочные. Здесь везде, вот на крышах есть диванчики и в том числе бары для жителей отеля. Вы, как турист, как я понял, можете зайти абсолютно в любое место без проблем. То есть ты идешь по улице, здесь зашел в бар, посидел, прошел дальше, в другом месте в баре посидел. С акцентом лишь на то, что все это по соответствующей цене. Вы знаете, что удивительно? Когда я гулял, прогуливался, все время было интересно. То есть изначально когда-то было мнение такое, что типа, ну, в Дубае все, алкоголя нет. А потом, когда ты так ходишь, начинаешь присматриваться. Ну, казалось бы, ну вот место первое. Дубай, бай устрицы. Ну, понятно, устрицы можно поесть. Дальше идешь, смотришь, какие-то названия. Така, я думаю, ну, что така, я не хочу, какая-то мексиканская еда. А плюс стоит ограждение, озеленение, да, такое, скажем, в кустах. А я как-то раз иду, смотрю, а в кустах-то сидят, выпивают. Я такой думаю, ух ты, интересно. И потом я узнал, оказывается, из-за мной, что здесь целое алкополе. Сейчас охранник будет ругаться, но сам смысл, что за моей спиной местечко, где можно дринкануть. Залетаем с вами в барчик. Ну, здесь я вас просто хочу удивить. Ну, смотрите, например, здесь тоже интересное меню, на которое нужно обращать внимание. Ну, например, виски стоят 59 дирхам. Это что-то типа там 1620 рублей. Но самое интересное, что 1620 рублей вы отдадите за 30 грамм виски. Непривычное там нам 50 или 40 грамм, а всего лишь 30. И в тот же момент здесь есть все остальное. Пиво, ну, я думаю, вы уже могли посмотреть цены, сравнить. Цена как отсекатель. Ну, сколько грамм нужно выпить, например, в хорошей компании, сидя на море? Ну, я думаю, грамм 300 точно можно было бы выпить. Вот так вот сидишь, наслаждаешься в длительную, да, вот такую посиделку. 300 грамм – это 16 тысяч рублей. Только за алкоголь. А сюда еще какие-нибудь, может быть, сопутствующие напитки, закуски добавить. На одного человека. С одной стороны, кто-то сейчас скажет, охренеть. С другой стороны, подъемные деньги. Люди приезжают, иностранцы, евро, доллары и другие валюты. И рубли, в том числе, люди тратят, меняют и спокойно наслаждаются. Взять бутылку виски в магазине и прийти с ней лечь на пляже и просто сеть ее распивать. Ну, если заметят, как говорят, то якобы там штраф по шее могут дать. Ну, такого я, в принципе, в открытом доступе здесь не видел. Но то, что как у нас, как школьники, некоторые мужики ходят. Сначала он стоит с другом сок яблочный глотает, а потом он кока-колой сок яблочный запивает. Или он идет, кока-колу попивает, а по нему уже видно, что не первая кола у него, если вы понимаете, о чем я. Ну, вот так вот это сделано. Вот я что хотел вам показать вот этими зарисовками. Просто разница. Ты идешь, никого пьяных нету, но при этом, если тебе надо, есть специально отведенные места. Вот на мой взгляд, вот это вот позитивный опыт. Подсмотрел в чужой стороне, ну, почему бы и нам не перенять его? Вот здесь, конечно, мнение ваше. Напишите в комментарии по этому вопросу. Поддерживаете вы такое или не надо, это плохо, надо делать по-другому, нужно оставлять, как есть у нас. И, повторюсь, в других странах мира. Возможно, вы подумайте всегда, с другой стороны, вот я всегда так тоже рассуждаю, что может быть я дурак. Вот может быть я дурак, может я не прав, может я в чем-то, что-то я не понимаю. Так поправьте, помогите, напишите в комментариях. Но с другой стороны, точно так же и вам хочу сказать. Если вдруг вы, например, встанете на защиту и скажете, так правильно, напишите развернуто ваше мнение. Ведь ваши дети, дети ваших детей, ваши внуки в дальнейшем, ваши друзья, вполне возможно, у кого-то из вас уже друзья померли от проблемы с алкоголем и ее последствий. Поэтому, казалось бы, ничего сложного, вон туда, вместо X. А вокруг тебя никаких выпивок, вывесок, разливаек, алкогольных магазинов быть, как мне кажется, не должно. Вот о чем я и хочу сказать то, что мы сегодня с вами пытаемся копировать чужой опыт. Возможно, когда-то он докатится до нашей страны. Технологии, ребята. Бахнул пивка, а потом захотелось развлечений. Вот такую штуку можно взять на 40 минут по цене 1000 дирхам или 27000 рублей. И за 40 минут отправиться в залив, чтобы получить незабываемые впечатления. Ну и завершающий блок для этого выпуска. Какие изменения вообще я почувствовал и почувствовал ли после отказа от алкоголя? Ну, как я сказал, только в первые месяцы были вот эти прям посылы, что праздники всегда пили, надо выпить. Были моменты, что отправлялся куда-то отдыхать и, ну, типа пятничный вечер. И вроде как, блин, обычно вот здесь мы покупали пивко или еще что-то. А потом месяц за месяцем я не сказал бы, что я прям сижу, слежу каждый день, сколько прошло времени. Но есть приложение, в котором мне понравилось больше другое. Он показывает тебе, прошел месяц, как очищается твой организм. И полный цикл очищения, ну, как бы происходит один год. Многие люди, кто перестал пить и не пью там 3, 5, 10 лет, говорят так, что он после 3-4 года, якобы, начинает раскрываться сознание. Ты совсем по-другому уже смотришь на жизнь, на трезвую жизнь. Я частенько задаю себе вопрос, хочу ли я выпить. Вот я прям сам кидаю себе такой посыл в голову. Так, может быть, говоря по-русски, бухнуть. А ответ приходит, а как бы, да вроде бы и нет. И чем дальше идешь, тем меньше вообще как-то этого хочется. Когда пьешь на постоянке, вот я вспоминаю, да, например, когда мы пили регулярно, что, например, раз в неделю, или чаще, или реже. Ну, когда ты регулярно употребляешь алкоголь. Есть такие моменты, что прям хочется. Когда ты знаешь, что, о, в пятницу мы договорились с другом попить пиво. И ты уже там ждешь эту пятницу, ты уже в ожидании, в предвкушении. Когда ты знаешь, что в пятницу ты можешь точно так же встретиться с другом. Мне так повезло, что у меня, во-первых, мало друзей. А во-вторых, они тоже сейчас не пьют. И как бы мы встречаемся, там, гуляем, еще что-то делаем. Но и нет алкоголя. И норм. В первую очередь, какие прям вот именно изменения после отказа пошли? Я заметил так, что гораздо лучше стал сон. Я прям хорошо высыпаюсь. И я действительно просыпаюсь утром именно в состоянии выспавшейся. Нет этого разбитого, размазанного состояния. Уж тем более я молчу, когда ты просыпаешься после гулянки. Когда действительно прям была гулянка, это, понятное дело, все твои эндорфины, то, что ты там тусовался, тебе было весело, ты веселился, ты их выкинул. А на следующий день ты опустошен. Ты ходишь такой, ну, как бы, вроде бы все норм. Но странное чувство. Вот это вот. Некоторые описывают чувство, как тревожность какая-то на душе есть. То есть, ну, как нервная система, что же расшатывается. И, в общем, все вот эти моменты, которые мы вроде бы не замечаем, но зато их очень хорошо ощущаем на следующий день. Их, соответственно, нет. Ясность ума. Вот ясность ума, усидчивость, работоспособность. Я просто-напросто и так люблю то делать, чем я занимаюсь. Вот на секундочку. Я сейчас нахожусь как бы на отдыхе. Весь день я за компом сегодня. Вчера за компом. Есть дни, да, я отдыхаю. Я хожу, купаюсь. Я с женой, с ребенком гуляем. Но мне моя деятельность нравится. Я сажусь, я смотрю такой, так, время 10 утра, начинаю монтаж. Сейчас время уже 17.08. День подходит к концу. Выпуск подходит к концу. Но я получил от этого удовольствие. Вечером я пойду, поплаваю, выпью чая. И нет у меня желания. Знаешь, я хорошо поработал. Я заслужил награду. В том числе, я для себя никаких контрактов с душой или с кем-то не подписывал. На предмет спора, что все, не пьем год, два, 10 лет. Нет никаких ограничений. Захочу, что называется, встречусь с тобой. Мы сядем и прям в моменте вдарим. Но такого желания пока что не возникает. И даже наоборот, возникает интерес к трезвой жизни. Ты думаешь, блин, нифига круто. В частности, находясь в Эмиратах, когда ты ходишь, смотришь, что люди-то в большинстве своем как бы наладили такой быт, что как будто бы этого алкоголя нету. Ну и все, пожалуйста. Сигареты, кальяны я в принципе не курю. Поэтому все классно. Возникает вопрос, а как расслабиться? Вот частый вопрос, ну а как расслабиться? Как выпустить пар? Для того, чтобы выпустить пар, можно отвлечься. Я, например, люблю в баню сходить. Я люблю просто выйти, пойти прогуляться. Вот когда я сменил локацию, был в Москве полгода, раз уезжаешь, сменил локацию, ходишь. Вроде бы тоже город, но интересно. Общаешься с людьми. Я много с людьми общаюсь. То есть, тот быт, который идет у меня, та жизнь, в которой я проживаю, мне в принципе в ней не скучно. Я, конечно, понимаю, что здесь нужно вот каждую ситуацию рассматривать индивидуально. Потому что бывает так, что люди работают, у них нет возможности сменить локацию, у них нет возможности общаться много с людьми. И все их общение в интернете, переписки. Друзей у многих нет. Либо есть один-два собутыльника, с кем они встречаются. Собственно, это ради одного общего дела. Здесь повторюсь, раз, два, третий раз, по идее, за этот выпуск, что душнить я не собираюсь. Тут вы выбирайте сами. Употребляешь умеренно, но проблем, это твое дело. Я не буду тебе говорить то, что не надо. В том числе, я точно так же могу поддержать, сказать, да, я прекрасно помню, как мы получали удовольствие, когда сидели там с друзьями, что-то выпивали. Там какой-то стол, вкусный стол, вкусные напитки. Такой, о, здорово. Вот это первые этапы опьянения, когда вот идет эта эйфория, выбросы, ты общаешься. Но точно так же я помню, чем это заканчивается. Когда ты уже там выпил, там, не знаю, 100-200 грамм, все равно ты встаешь, что ты уже так вот, ну, опьяневшее состояние. Пиво, например, оно тебе приземляет, уже никуда ты идти не хочешь, уже хочется сесть, отдыхать, там, потом спать, ложиться и так далее. Вот эти моменты. Ну, и, соответственно, сколько пить можно? Я вот там 14 лет, можно сказать, активно там употреблял алкоголь, когда-то чаще, когда-то реже, ну, вот, как я вам сказал. А не пить вообще, ну, блин, так жизнь пройдет, а ты даже не попробовал. Может, понравится жить без алкоголя, может быть, больше никогда я его не буду употреблять. А может быть, там, через год, через полтора, через 10 лет я сниму выпуск и скажу, ну, ребята, сегодня мне 45. Поэтому самое время отметить это дело вместе с вами каким-нибудь стримом с Луны. Кто знает, может, к тому времени уже на Луну будем летать, отдыхать. Сказать так, чтобы прям я что-то сильно потерял, отказавшись от алкоголя, что теперь мне стало скучнее, я стал грустный. Я пытаюсь все время это вот поймать, проанализировать, потому что, ну, я специально вот делаю публикации в Телеграме. Подпишитесь! Подпишитесь! Иначе я сейчас выпью. Если вы не подпишетесь, я сейчас выпью. Прям при вас. Читаю комментарии, я вижу, что люди вкидывают. Там был прикольный комментарий, девушка написала. Дмитрий, не забудь рассказать в выпуске о том, как скучна и сера стала твоя жизнь после отказа от алкоголя. Я поржал, но пока, как бы, думаешь, нет. Хотя и воспоминания про алкоголь тоже есть позитивные. В общем и целом, если подводить итог, то я вижу больше для себя плюсов и улучшений в моей жизни, в качестве моей жизни, в качестве моего сознания, в первую очередь, то, как я себя чувствую внутри. Был период, там, первый-второй месяц, когда действительно вот в эти моменты, в праздничные дни, назовем их так, не хватало какого-то выплеска позитивных гормонов, там, эйфории, эндорфинов, да, чтобы вот это было внутри. Но сейчас, на самом деле, я, бывает, иду, и я, как бы, на каком-то ровном месте начинаю посмеиваться, еще что-то. То есть, организм их вырабатывает, конечно, не в том количестве, который может выработать полтинничек холодного виски, но не так, чтобы это прям сильно мне не хватало и прям хотелось тянуться за вот этой вот историей. Ребята, я надеюсь, получилось действительно интересно, неутомительно, и вам захотелось что-то высказать на эту интересную тему. Давайте договоримся так, год пройдет, вот тогда я прям уже сделаю отдельный выпуск, вообще, как изменил жизнь за год без алкоголя. Есть такие изменения прям действительно будут, и захочется что-то по этому поводу рассказать. Пока находимся в Дубае, если вдруг кто-то из вас, кто смотрит, проживает здесь, именно проживает на длительной основе, работает, трудится, хочет принять участие в выпуске, есть что рассказать, пишите контакты со мной, вы видите на экране, вдруг получится что-то снять. Даже если никто из вас не напишет, снять полно чего есть, поэтому я обязательно один еще выпуск полноценный воскресного дня сделаю отсюда. В том числе хотим сделать выпуск и на четверг, например, про автомобили. У нас есть запланированная поездка по автосалонам, как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом, посмотреть, что продается и по каким ценам. Ну а здесь я подвожу черту, не добавить, не убавить. Всех вас я приглашаю подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, в том числе на телеграм-канал, ну и высказать ваше мнение в комментариях. До новых встреч, всем пока, пока!